Тем временем дорожный ремонт пришел уже на 7 ярославских магистралей. В этом году подход немного изменился. Рабочие сначала приводят в порядок коммуникации, а затем уже выполняют работы по укладке асфальта. Большинство сетей выводят на обочину. Это позволит сохранить проезжую часть в случае коммунального ЧП. Мой коллега Георгий Колчин сейчас следит за ремонтом улицы Чехова в областном центре и готов в прямом эфире рассказать о процессе. Георгий, я приветствую. Я знаю, жалоб на эту дорогу было много, когда уже водители смогут прокатиться по новому асфальту. Приветствую, Александра. На улице Чехова в Ярославле запахло горячим асфальтом. Зашумела дорожная техника. Подрядчик приступил к ремонту крупной магистрали Ленинского района. Протяженность данного участка 2 километра 650 метров. Виды работ это устройство тротуаров, замена бортовых камней, устройство посылающих слоев выравнивающих и верхний слой щебеночного мастичного основания фракции 20. На данном участке планируем завершить работу в августе месяце. Автомобильное движение не будет останавливаться из-за ремонта, но будет затруднено. Как говорят сами рабочие, выравнивающий слой асфальта они будут укладывать так называемыми захватками, то есть по 300-350 метров, а уже верхний финишный слой асфальта по 700-750 метров. Мы очень стараемся, у нас жесткий контроль со стороны руководства, то есть на всех этапах, начиная от приемки материала, поступающих на асфальтно-бетонный завод, то есть это входной контроль качества поступающих материалов, а также оберегационный контроль, который сейчас происходит, то есть мы температуру замеряем, ровность определяем, покрытие, которое укладывается. Смотрим за исполнением контракта, за качество производимых работ, за сроками, за проведением регламента. Работы на улице Чехова идут в рамках программы федеральной безопасной и качественной дороги. Всего в Ярославле в этом году будет отремонтировано 23 магистрали. На 7 работы уже начались. Общее финансирование на города – миллиард 50 миллионов. Это не только безопасные и качественные дороги. Сюда мы включаем разработку комплексной схемы организации дорожного движения в рамках агломерации. Вместе с областью. Помимо дорог, которые мы будем строить, у нас будут строиться и отдельные объекты светофорные. Четыре светофора. Это не значит, что всего по городу будет сделано четыре. В каждой улице, которая реконструируется, тоже включены светофорные объекты. Их порядка 15 тоже новых, современных, с камерами видеонаблюдения. А вот по всей Ярославской области в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 30 объектов. Это более 80 километров дорог. Финансирование почти полтора миллиарда рублей из бюджетов различных уровней. Александра. Спасибо. На прямой связи со студией был Георгий Колчин. Это утром он проводит на улице Чехова в Ярославле, где наконец-то стартовал дорожный ремонт. Спасибо.